Нам понадобится вот такая вот заготовка Хорошо бы, чтобы ветви отходили не под острым углом А под более-менее приближенным к прямому Если, конечно, вы делаете вешалку для шляп, а не для чего-то другого Как видите, здесь, казалось бы, можно сделать для трех шляп сразу Вешалку, но вот здесь вот под неправильным углом отходит Поэтому я вот тут вот отрежу И у меня будет вешалка для двух шляп Кстати, смотрите, чтобы еще отходили в разных направлениях ветви Так будет гораздо симпатичнее Насчет того, снимать кору или нет Мне по интерьеру лучше подходит вешалка с корой в коре Я, конечно же, ее потом покрою лаком Чтобы кора не отвалилась через пару лет И вешалка долго сохраняла свой первозданный вид Если вам не подходит по интерьеру То, конечно же, кору можно снять Пропитать древесину какой-нибудь пропиткой Например, затемняющей И тоже будет все очень симпатично Что ж, сейчас отпиливаю Стесываю здесь плоскую поверхность, чтобы можно было закрепить к стене Пока на пазу встану, ваше время отнимать не буду Покажу уже, когда приведу в более-менее божеский вид Аккуратненько, не спеша Спешить нам некуда Делаем данную поверхность более-менее плоской По какой древесине лучше работать? По сухой или сырой? Ну, я думаю, на самом деле лучше посушить вот эту заготовку пару лет Но у меня столько времени нету Сушильных шкафов каких-то тоже нету Поэтому работаем по сырой древесине Вот эти вот Потом лишку отпилим Измерим сколько нужно И отпилим Но сейчас стесываем Прошло пару минут Вот он результат Здесь еще можно потом швейхмашинке, например, пошпурить Но уже более-менее Я, естественно, проверяю это доской Прикладывая доску Выглядеть это будет все следующим образом То есть вот так вот как-то Пока что это все выглядит слишком сильно Не обрезайте заранее Может потом это как-то будет на стене по-другому смотреться Всегда оставляйте вот здесь вот запас Перед тем, как покрывать лаком или еще что-то Советую взять щетку И вот таким вот образом Счистить с древесины всю пыль, всю грязь А потом уже покрывать лаком или еще чем-то Сейчас буду покрывать лаком в первый слой Лак самый обыкновенный, бесцветный Но немного темный Потому что, наверное, постояло пару лет Вот хочу показать древесину Вблизи, без всякого лака Наношу я первый слой лака Сейчас даже еще не высвернул ничего Ничего не сделал Просто наношу первый слой лака Чтобы защитить кору Наносить буду самой обыкновенной кисточкой Налью сейчас лака немного в емкость Еще по хозяйству что-то покрою лаком Потом просушу денек И буду дальше думать Процесс идет потихоньку Сразу же вся структура коры проявляется лучше Я всем советую покрывать изделие из дерева Пропиткой какой-то пропитывать Или покрывать лаком Так они прослужат гораздо дольше Особенно в каких-то сырых помещениях Я конечно же предварительно Все это очень хорошо почистил щеточкой Показывал вначале Такая зеленая щеточка Я ей все очень хорошо прочистил Кору надо очень хорошо прочистить Чтобы потом наносить лак Об этом не забывайте Чтобы это все не выглядело вульгарно блестяще Я восьмисотой наждачкой Сейчас обработаю Придам некий такой матовый вид Делаю сейчас вот такие вот маленькие крючки Для города Они будут даже в городе смотреться нормально При соответствующем интерьере Нашел сухое дерево Не нужно ничего рубить Они тоже будут так же держать шляпы Может быть даже какие-то вешалки Плечики с нетяжелой одеждой Все это будет держать даже сухая уже мертвая древесина Ну сейчас постепенно делаю их более-менее плоскими И просверлю в отверстие Лаком каким-то пока не покрывал Но обязательно покрою Для дизайна еще оставил Такой вот выпячивающийся сбоку Сучок Который будет плотно прилегать к стене Допиливаю я себе для дома Для квартиры Компактную вешалку Хочу чтобы шляпа вплотную прилегала к стене Поэтому отрезал лишний кусочек Вот такой вот Поэтому шляпа будет вплотную к стене Вот здесь вот немножко наждачкой Скруглил Вот это вот дело Просверлил два отверстия Здесь и здесь Сажать буду Такие вот саморезы Дюбеля в стену Загоню Под головку Сделал вот здесь вот Конусы Выбрал здесь и здесь Чтобы головка ушла Вот этого винта Чтобы она не оставалась снаружи А то будет некрасиво Головка чуть-чуть уйдет вот сюда Ну в принципе осталось только Прикрутить Лаком это уже все покрыто А вот и финальный результат Так вот это выглядит Немного несимметрично Относительно выключателя Но это я закрутил Просто на место старых отверстий Чтобы не делать новые Ну даже Такая вот несимметрия Иногда полезна Напрягаешь мозг Думаешь Когда видишь что-то несимметричное Ну что ж Дальше уже показывать не буду Сейчас смонтирую это видео И выложу Если понравилось Вы знаете что нужно сделать Ну и естественно Подписывайтесь на канал Будет еще очень много интересного Все Всех благодарю за просмотр Пока-пока Увидимся в следующих видео